Поисково-спасательная операция в Днепре, где 14 января ракета попала в жилой дом, завершена. В списке погибших 44 человека, из них 4 — ребёнка. Спасти их от завалов смогли 39 человек. Ещё несколько человек считаются попавшими без вести. Жилой дом в Днепре могла поразить российская противокорабельная ракета, запущенная с бомбардировщика. Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании. В ведомстве утверждают, что при стрельбе по наземным целям такие ракеты не точны. Утверждение России, что к частичному разрушению жилого дома в Днепре имеет отношение украинское ПВО, ошибочно, говорится в сводке. Владимир Зеленский назвал ракетный удар военным преступлением. То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку захватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений в оборонном снабжении, всё это только подчёркивает, насколько важно скоординировать наши усилия, всех членов оборонной коалиции Украины, а также ускорить принятие решений. Во вторник стало известно, что Алексей Арестович написал заявление об уходе с должности советника Офиса президента Украины. Там эту просьбу удовлетворили. Ранее Арестовича критиковали после его заявления об обстреле Днепра. Советник утверждал, что российскую ракету, разрушившую дом в Днепре, могла сбить украинское ПВО. В понедельник Арестович извинился за свои слова. Между тем, железнодорожная станция «Соль» в районе Солидара, возможно, перешла под контроль российских войск. Об этом заявил глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин. Ранее Россия объявила об установлении полного контроля над Солидаром. Украина захват города не подтверждала. В сводке ВСО от 17 января Солидар упоминается как отдельный населённый пункт. По данным украинских военных, на Солидарском направлении атака противника была отражена при помощи артиллерийского огня. В этом контексте упоминалось уничтожение группы бойцов ЧВК «Вагнер». При этом мэр Киева Виталий Кричко заявляет, «Столица Украины всё ещё остаётся целью российских военных». «Киев был и остаётся целью России, и поэтому мы считаем, что не исключено, что русские начнут наступление на Киев. Но сейчас мы гораздо лучше подготовлены, чем год назад, поскольку сейчас у нашей армии гораздо больше опыта, оружие тоже лучше. Если русские сделают это, это будет большой и болезненной ошибкой для них. Мы подготовили много сюрпризов». Во вторник Украина получила первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму 3 миллиарда евро. Следующие транши запланированы на март. Общая сумма помощи от Евросоюза – 18 миллиардов евро. Между тем, на южноукраинской АЭС начала работать миссия Международного агентства по атомной энергии, сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Сейчас мы оставляем здесь группу экспертов. Они будут работать на постоянной основе. Работать рука об руку с нашими украинскими коллегами, чтобы содействовать им технически. Например, при доставке оборудования, чтобы убедиться, что все эти важные для страны объекты, особенно в это очень трудное время, могут продолжать работать нормально». Ранее сообщалось, что договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем России, становится все сложнее. В ЕС ракетную атаку Днепра назвали военным преступлением. Об этом официальный представитель Еврокомиссии Петер Стана заявил в интервью Deutsche Welle. Сегодня в Брюсселе обсуждают ответ на ракетный удар по Днепру и обострение конфликта с президентом Владимиром Путиным. За ходом дебатов следит наш корреспондент при штаб-квартире ЕС Ксения Польска. Она, как видим, на связи со студией. Ксения, добрый вечер. Здравствуйте. Ксения, в ЕС обсуждают ответ, но возникает вопрос, каким он может быть. Вот только что пришло сообщение, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн не исключила принятие десятого пакета санкций против Москвы. Под санкциями, между тем, уже похоже все, что только можно себе представить. Как Брюссель собирается остановить действия Москвы, да и в состоянии ли он это сделать? Вопрос, который как бы уже подразумевает под собой ответ. То есть в состоянии ли он это сделать, если бы он был в состоянии остановить российскую агрессию, он бы давным-давно уже это сделал, конечно же. Как подчеркивают в Брюсселе, санкции это не волшебная палочка, это всего лишь инструмент, один из инструментов, которым можно оказывать воздействие на Москву. Цель этого инструмента прежде всего замедлить и ограничить возможность России финансировать свою агрессию в Украине. И, как подчеркивают в Еврокомиссии, этой цели санкции достигают. То есть если мы посмотрим на цели Путина, которые он формулировал в феврале 2022 года, то станет ясно, что ни одной из них он не достиг. И вот весь этот год, в том числе и экономические санкции Евросоюза и Большой Семерки, они лишали Кремль возможности продолжать финансировать, в том числе и поставки на фронт. И мы видим, что Украина продолжает благодаря этому и благодаря мощной поддержке сопротивляться российской агрессии. Так что, да, санкции работают, но санкции это не волшебная палочка. И просто так прекратить все за один день, конечно же, ни девятый, ни десятый пакет не в состоянии. Ксения, с началом войны в Украине в Европе заговорили о создании трибунала для России за военные преступления в Украине. Идею поддержала на днях глава МИД ФРГ Аналена Бербок. Но о каком трибунале ответственности, наказании может идти речь, когда война продолжается? Или это, скажем, проект, если можно так выразиться, на перспективу? Да, безусловно, это видение будущего, если можно так выразиться. Потому что для того, чтобы создать подобный трибунал, которого еще нет, даже в проекте, конечно же, потребуется много времени. А больше, чем времени, даже главная проблема заключается в том, что потребуется подавляющая международная поддержка. То есть мы видим со стороны стран Запада, да, это Европейский Союз, другие европейские государства, Соединенные Штаты и так далее. Мы видим большую готовность поддержать такой трибунал. Но в мире есть еще много стран, которые не проявляют такого энтузиазма. Отчасти потому, что у них тоже были войны и трибунала создано не было, отчасти по другим причинам. Международный уголовный суд также не считает идею трибунала удачной. Он считает, что все-таки его юрисдикция это военное преступление России в Украине. Он, кстати, расследует их. Но, например, вот Анна Лена Бербук, она сказала, что речь идет в первую очередь о преступлении агрессии России. И это преступление, за него несут ответственность первые лица государства. И вот в этом, конечно же, загвоздка, потому что здесь должна либо проголосовать Генеральная Ассамблея ООН, и даже это не гарантирует то, что перед судом предстанут главы и другие руководители правительства, государства, агрессора. Не далее, как вчера, с Путиным созванивался примеряющий на себя весь последний год роль переговорщика президент Турции Эрдоган. Ранее с Кремлем были на связи и президент Франции Макрон, и канцлер Германии Шольц. В последние недели контакт нулевой. ЕС и впредь намерен не говорить с Путиным. Похоже, что да. И у ЕС есть четкое объяснение того, почему так происходит. Если мы помним, ровно год назад, ровно, неровно, плюс-минус несколько недель, в преддверии российского полномасштабного вторжения в Украину, сколько усилий было предприняться со стороны Запада, чтобы сесть за стол переговоров с Россией и предотвратить агрессию. Совсем недавно еще Пистана, официальный представитель Еврокомиссии, рассказал, что и Евросоюз, и НАТО звонили, отправляли официальные письма в Кремль. Они готовы были сесть за стол переговоров и рассмотреть любые претензии, любые озабоченности Кремля, как сказал Питер Стана, насколько бы надуманными они не казались. Он даже употребил слово сюрреалистическими. Так вот, готовность была стопроцентная, потому что, в принципе, Евросоюз коммуницирует, конечно же, с другими государствами на основе диалога. Санкции — это, да, скажем так, это не политика санкций. Санкции — это, как я уже говорила, инструмент. И получается, что все эти призывы, они привели к тому, к чему они привели. То есть вместо того, чтобы отреагировать, сесть до стол переговоров, рассказать, что беспокоит, как-то решить, закончилась война в Украине, закончилось нарушение России, Хартион. После этого, как ты сказала, Маргарита, действительно еще многие лидеры европейские пытались общаться с Путиным, они пытались взывать к чему-то. И, в общем-то, эти призывы продолжаются до сих пор. Прекратить агрессию, сесть за стол переговоров. И мы видим, что это ни к чему не приводит. То есть в настоящий момент Евросоюз не видит возможности осмысленного диалога с Россией, который бы действительно привел к настоящим мирным переговорам, к настоящему прекращению агрессии в Украине. А призывы, в общем-то, сесть за стол переговоров, они остаются даже вот недавно в совместной декларации Евросоюза и НАТО. Опять-таки прозвучал очередной призыв к России прекратить эту войну. Потому что на самом деле переговоры, естественно, будут возможны, только когда будут прекращены военные действия. Продолжение следует...